приветствую вас друзья в эфире европа плюс тиви программа вселенная анаэль и я ее ведущая нумеролог мария на анаэль сегодня мы вновь приоткроем тайну чисел и узнаем как они связаны с судьбой каждого человека все явления происходящие во вселенной связаны единым замыслом который базируется на числах каждая цифра или комбинация цифр это самостоятельная энергия которая объясняет прошлое влияет на настоящее и формирует будущее и я как нумеролог уверена что цифры способны помочь каждому найти свое призвание выбрать правильный путь достичь поставленных целей и даже построить здоровые крепкие отношения готовы узнать как это работает тогда вперед встречаем нашего звездного гостя журналистку телеведущую и блогера марию глотких мария глотких телеведущая и лицо федерального канала блогер и автор youtube канала глотких лайф а также создатель онлайн проекта и сообщества объединившего подписчиков со всего мира танцуй с глотких эта девушка ведет прямые линии с президентом российской федерации снимается в клипах мировой звезды таркана а также играет в сериале в сирии она яркая и счастливая женщина сильная личность способная менять жизни людей к лучшему но как столько удивительных качеств сконцентрировались в одном человеке и какую роль в линии судьбы марии глотких играют цифры об этом и многом другом смотрите в новом выпуске программы вселенная анаэль мария привет добро пожаловать в моё авторское шоу вселенная с анаэль и я хочу тебя поблагодарить и на самом деле хочу тебе признаться что я благодарю вообще вселенную за то что она дает возможность каждый раз убеждаться в цифрах гостей да собственно на интервью насколько офигенно они реализуются в жизни и становятся успешными раскрывая свой потенциал спасибо большое за приглашение если честно для меня это все будет очень большую новинку потому что много раз мне говорили давай посмотрим твои цифры я каждый раз говорил не надо я не верю я не смотрю это все мне это не особо интересно и всегда отвергала эти предложения поэтому сегодня для меня это будет вообще абсолютно нечто разрыв шаблона и я вообще не знаю что меня будет ждать вот честно то есть я никогда не смотрела а скажи пожалуйста может быть есть какие-то цифры имеющие для тебя особое значение и во время жизни своей постоянно ты их вот тоже интересно все говорят вот есть такие цифры у людей на которые они смотрят они всегда попадаются я настолько не верила вообще не наверное еще пока в начале этой программы не верю в эти цифры что я никогда же не обращаю внимание ну то есть для меня цифра это просто цифра которая никогда не несла никакого смысла а что значит для тебя или значит ли для тебя что-то вообще быть потоки ну это наверное поймать какую-то свою волну и вот в этой волне не за творчество работы двигаться и что-то создавать что-то делать то что приносит тебе удовольствие наверное для меня так а как ты считаешь что потоки не всегда видишь ли ты знаки а если интуиция мне кажется что у меня отсутствует интуиция если честно у меня есть подруги которые смотрят на людей или там мы на какой-то съемке с человеком и мы выходим она говорит ты видела вот в ее лице есть что-то неприятное все-таки мне кажется она либо хитрая либо еще какая-то хотя вроде бы человек приятный я не подмечаю такие моменты я могу чуть-чуть почувствовать что это мой человек а ты не мой человек но конкретно вот в слова это обличить и сказать ага вот и виду у нее лицо какой-то неприятненько не могу мне так не получается то есть мне кажется иногда что у меня отсутствует интуиция я очень хотела и обучиться я не знаю как да я поняла тебя на самом деле как бы почему я спросила ты рождена в октябре до 10 . десятка кольцо фортуны и главное качество десятки в плюсе это быть в потоке доверять потоку ничего себе в минусе это когда она контролирует не доверяет потоку и она перепроверяет и собственно говоря и считает что она управляет сама всем процессом десяточка в плюсе она в потоке она доверять вселенной и ее вселенная ведет самым кратчайшим лучшим путем такому же он кратчайший я уже всегда говорю что я весь мой путь это просто путь через боль и страдание потому что ну как бы все говорят вот типа вселенная ведет тебя легким путем все в потоке в легкости мне ничего по жизни легкости не доставалось потому что контролируешь да да ну так она же терминусе то есть она десяточка включается когда ты в потоке то есть ты доверяешь ты видишь на все принимаю доверяю иду делаю то есть она вообще-то везучая вот а в минусе это то на нуле то на коне это прям про стабильность такая в том числе и материальная да мне тоже такие состояния материально сейчас уже выровнялся чуть-чуть но в плане я реально иногда чувствую себя просто на дне на дне да а потом реально себя чувствую резко на коне да обалдеть это вот у меня просто еще одинаковые цифры вот это мне было всегда интересно ну то есть вот на эти цифры я наверно обращала внимание 19 10 90 имеет значение для тебя я не осознавала это то есть я замечала что у меня дата рождения ну как бы не самое обычное скажем так и время рождения у меня 15 15 то есть у меня все цифры одинаковые поэтому и пятницу еще день рождения ну то есть мне всегда казалось что это прикольно и необычно но что это я не знаю ну на самом деле такое количество девяточек это в принципе про сильный ум вот про про память хорошую да то есть про ну как бы ловкость также туда же относятся умение адаптироваться быстро в любой ситуации вот и собственно такой человек может допустим сел за руль и поехал то есть в этом плане там приехал другую страну там быстро адаптируется где магазин и где чёв как говорится да и собственно говоря вот в этом плане они очень сильные но у них есть разные стороны то есть у каждой цифры есть плюс и минус то есть плюсовой потенциал и или минусовой потенциал и зависит от человека как он ее проявляет то есть правильно я понимаю что октябрь десятка да например например плюсы это то что я в потоке а минусы это то что я контролирую то есть я оказываюсь на нуле когда я начинаю контролировать ситуацию когда ты контролируешь вместо того чтобы быть в потоке то есть если я отпущу ситуацию доверюсь интуиции доверюсь самой себе то жизнь у меня заиграет новыми красками на самом деле она у тебя есть интуиция просто ты у тебя очень сильный мозг скажем ну потому что сильный ум да скажем так сильные девятки и этот сильный мозг он как бы не дает внутреннему голосу просочиться скажем так да и поэтому мозг туда влезает сначала в первую очередь и он просто забивает скажем так вот интуицию вот хотя она у тебя очень хорошая то есть в этом плане просто нужно как бы начать видеть эти возможности которые дает и вселенная да и собственно легко легко спокойненько их проходить то есть тогда честно мне очень нравится это интервью это так интересно оказывается безумно интересно да да на самом деле но это еще не все потому что если посмотреть твою кармическую матрицу кармическая матрица анаэль это моя авторская методика по которой я вижу как бы черты характера человека и собственно говоря как проявляются события его жизни в связи с чертами характера то есть если человек их проявляет минусе он получает минусовые события в плюсе получает плюсовые события и вот эти девяточки у тебя здесь сплошь и везде то есть три девятки только я вижу в карме стоят соответственно эти девяточки они как бы проявляются в плюсе вроде как человек может передавать свои знания это наставническая энергия человек мудрец отшельник внутри себя вот но при этом это в минусе можно сказать что человек в плюсе вернее ему нравится находиться одному он получает наслаждение своем обществе в минусе он ощущает одиночество наоборот то есть и вот здесь одиночество даже вдвоем поэтому вот здесь важно просто себе давать время побыть одной там периодически даже находясь в отношениях и тогда них в них не будет проблем скажем так да и у меня могут быть проблемы в отношениях если я буду все время с человеком а если да если но потому что как будто бы нет же ну как бы нужно пасет по созерцать себя изнутри из-за этого я очень боюсь материнства кстати у меня нет детей еще но меня это немножко пугает зная за собой я правда люблю быть одна и я люблю давать себе просто то есть я не тот человек который будет 24 часа на 7 с любимым человеком щека об щеку хотя его люблю и вас прекрасные отношения но я все равно свое мне нужно мое пространство и вот поэтому я всегда боюсь материнства потому что я когда слышу про пост трудовые вот эти всякие депрессии именно потому что женщина вообще не остается одна как я понимаю она всегда вообще нет никакого времени на себя его ноль вот вот это может быть 0 пока период декрета потом ну да но в этот период как раз на происходит депрессивные и апатичные настроения но если есть возможности можно и в этот период некоторые даже ребенку 6 месяцев они на работу пошли то есть это у всех по-разному это тоже может быть может быть модель поведения или картинка которую ты видела где-то и может быть ты ее просто взяла как бы совершенно есть то есть одинаковых ситуации не бывает они всегда разные но просто у тебя есть 22 в карме который отвечает за детей 22 аркан отвечающий за детей есть смотрела фильм душа вот да конечно да и вот там году двадцать второй да да и вот это вот как раз архетип 22 а вот посмотри как-то это тебе откликается какой-то намек сейчас бы интересно да как узнать какая у вас будет семья как будут складываться отношения в паре после женитьбы у кого-то сказка только начинается заветного обмена кольцами с каждым днем и годом становясь все волшебнее а у кого-то карета сразу превращается в тыкву как только гости покидают свадебный банкет выяснить каким будет ваш союз и будет ли в нем семейное счастье можно по дате свадьбы если вы уже поженились или у вас запланирована дата бракосочетания я расскажу о чем она говорит чтобы узнать о чем говорит дата вашей свадьбы сложите все цифры пока не получится число от 1 до 9 например вы поженились 10 октября 2015 года складываем все цифры 1 плюс 1 плюс 1 плюс 2 плюс 1 плюс 5 равно 11 11 складываем еще раз 1 плюс 1 равно 2 вот и получилось число вашей семьи что значит каждая цифра я расскажу во второй части нашей программы дождитесь а пока вернемся к нашей героине актрисе телеведущей и блогеру марии глотких свободные люди которые в принципе любое скажем вторжение вас воспринимают как посягательство на их свободу золотую клетку как будто бы им там и так далее то есть и конечно же 22 желание свободы иногда и от детей то есть вот собственно потому что она в карме но так проявляется как минус на самом деле и пока ты его не проработаешь она собственно естественно будет препятствием для рождения детей вот я хочу сказать что в первую очередь это психсоматика вот можно прям говорить как есть можно без намеков то есть на словно если но если я не избавлюсь от своего эгоистичной свободы и свободолюбия да я бы так сказала то есть 22 если посмотреть на этот архетип шута да то есть шут и мудрец одно ну потому что мы знаем архетип шута это кто мудрец при короле по идее да и это человек который плюсе он юморной это квн-щики стендаперы там и так далее артисты актеры которые могут веселиться и если они становятся слишком серьезными у них начинают проблемы в жизни вот желание свободы иногда от семьи и детей вот дайте мне свободу и все да то есть если мужчина ограничивает такую женщину горит сиди дома все она в какой-то момент встает просто и разводится вот а если он говорит да ладно иди ходи на тусовки со своими подругами друзьями там шопся и так далее вот тогда ей нормально дома то есть вот если она путешествует все то есть ей дают свободу тогда она спокойно может находиться в отношениях если же этого нет если золотая клетка на какой-то момент из нее выходит и конечно же 22 он может иногда давать иногда такую детская инфантильность это перекос когда человек уходит в то что он как бы сейчас еще сам пока ребенок какие мне дети допустим да то есть таком ключе и когда человек начинает брать ответственность за себя и как бы дальше двигаться то в принципе все становится на свои места и здесь нужно просто понять что скорее всего страх кроется в том что дети будут ограничивать мою свободу вот по сути но это минус 22 из-за чего может быть вот риск рождения ну как бы риск того что человек долго не нет детей да соответственно вот и спросить себя действительно давай-ка я проработаю этот страх действительно ли дети будут ограничивать мою свободу ну если что я могу нянечку позвать вот там на два-три часа в день пожалуйста ходи себе по лесу вот допустим или катайся на вейке да вот то есть ну конце концов можно там наполния даже ее брать и просто убрать это убеждение то есть мы через матрицу можем увидеть какие у человека убеждения которые по сути приведут его к тем или иным событиям в жизни и по сути это подсказка инструкция как их можно проработать чтобы получить хорошее событие по 22 хорошее событие это рождение ребенка соответственно вот как бы минусовое событие хочу свободу уйдите все вообще я пошла вот поэтому здесь как бы это тоже другая крайность то есть есть у них крайности и в этом плане конечно когда ты знаешь что требуется твоей душе ты это получаешь и ты прекрасно живешь со своим архетипом как бы в дружбе вот и получаешь хорошие события собственно у тебя и 9 и 22 тут есть вот и в этом плане просто нужно дать себе чё я хочу то есть у меня есть внутренний ребенок который все время хочет веселиться чему хочет сейчас делать пойду повеселюсь пойду сделаю это пойду сделаю это все то есть ну и плюс и как задача это опека детей то есть это может быть опека животных либо опека детей кто-то заводит животных для того чтобы научиться научиться заботиться да и а кто-то просто опекает там племянника например или же просто других детей допустим и или кто-то то есть мне нужно научиться заботиться о других не о других а именно здесь у цифры 22 есть конкретно дети и животные потому что в архетипе аркана нарисована собачка которая бежит за ним это животные вот и конечно сам по себе у него игра шут ребенок то есть это свойство свойственно ребенка поэтому как бы здесь можно опекать детей вот а можно ну там образно говоря там ты помогаешь приютом собак например поняла вот то есть это тоже будет ну как как кармическая задача скажем так которая будет тебе на самом деле мы вот сотрудничаем с фондом настенька благодворительным ну вот в рамках там моего блога да например и каждый месяц мы спасаем жизнь одному ребенку тяжело больному онкологии это это прям а это удивительно потому что двадцать два тринадцать стоит рядом да двадцать два я говорила про детей тринадцать смерть и опасные заболевания которые у них могут быть да то есть капец вот по сути ты ну просто проигрываешь то что слава богу все в плюсе то есть то что я имею ввиду как бы помогая им вот ну тринадцать может еще как-то проявиться но тринадцать тринадцать смерть нет я им смерти трансформация или какие-то опасные болезни которые это скажем так ситуации в которых ты видишь эту смерть то есть например ты приходишь в роддом да и там или ты работаешь акушером там образно говоря вообще например рассказываю или ты постоянные какие-то трансформации получаешь смерть старому мировоззрению чтобы родилось новое мировоззрение или ты помогаешь онкологическим детям ну они же в опасной ситуации находятся да вот по сути ты сейчас получается 22-13 как вот собственно помогаешь им ты таким образом прорабатываешь свои цифры ну тринадцатый аркан так и называется да по сути и конечно ну ты говоришь что у тебя нет интуиции интуитивно ну да я живешь просто как бы по своим цифрам вот если про 19 у тебя день рождения 19 это солнце светить всем людям то есть такому человеку очень важно как бы быть в социуме проявляться быть социуме это светить скажем так чем больше людей тем лучше на самом деле вот и в этом плане конечно это и кино это и тоже блогерство это там где много людей как говорится вот и но на самом деле у тебя все классно то что ты даже минусовые цифры реализуешь собственно говоря по плюсу получается вот а минусовые это получается 13 ну например 13 но вообще в каждой цифре есть какой-то минус если человек ее не раскрывает в плюсе вот ну я хочу сказать ни одного человека нет на земле божьего одуванчика которого у которого только плюсы его цифры проявляются то есть он так думает может быть но сюда все приходят для проживания чувственно эмоционального опыта и ну когда есть плюс есть и минус если есть солнце есть и тень то есть нет ни одного человека без тени и по сути задача наша посмотрев матрицу увидеть свои тени и принять себя то есть принять свою тень и целиком так тогда полюбить себя с такими знаниями не тяжело мне мне кайф наоборот для меня это исследование постоянное исследование людей я просто знаешь почему об этом задумывалась я такая думаю вот если бы я так много знала про какие-то цифры мне кажется я во всем бы видела какие-то цифры сошла с ума я скажем так вот но и такое знание же она дается наверное подготовленным то есть да она же просто так тоже не придет и я к нему ушла долго то есть постепенно постепенно то есть я сейчас могу ехать на машине и мне встречаются какие-то цифры в ответ на мой вопрос все поняла все поняла так дальше поехала то есть и ну когда даже вот мы среди нумерологов знакомимся какая дата рождения меньше имя интересует чем дата рождения то есть все на работу нанимаем а сотрудников когда нанимать сотрудников обязательно смотрим то есть посмотрел такая 19 10 90 все черный список не почему это очень хорошая цифра успешные люди на самом деле успех начинание он может конечно и везучие приносят удачу другим десятки то есть поэтому в этом плане как бы ну и третьем периоде жизни очень хорошая такая успешность проявляется даже в кино можешь сниматься вот а в первом периоде возможно был переезд есть семерочка семерочка отвечает за движение колесницу и мог быть переезд это была возможность либо постоянно человек путешествует вот а семерочка это колесница и очень часто когда первый период я всегда спрашиваю на танцы ходили я движение колесница я ходила в самом детстве но я не помню мне не понравилось я сейчас занимаюсь танцами переезд был в 16 лет 1 я училась училась закончила школу и поступил уже факт мгу в москву в 16 лет я переехала впервые начала уже жить самостоятельно без родителей без да потому что 22 рано уходит из дома да то есть по сути это же как бы человеку человеку ощущение такое что посягают на на его свободу я всегда хотела уйти побыстрее это наверное все дети но не все дети не все нет то есть я не я не понимаю как можно жить с родителями долго то есть я все все детство я помню мысль который очень часто меня посещал несмотря на хорошее отношение в семье о том что быстрее бы стать взрослой и начать жить одной быстрее бы самостоятельно мне казалось что все дети так думают моя дочь например очень не хотела бы она выходила замуж она плакала и говорила мама как я буду жить без тебя вот я говорю это причем не связано у меня с плохим отношением то есть у меня хорошее отношение с родителями все прекрасно но желание матрица обалдеть ладно это была матрица это была моя матрица вот да на самом деле а сейчас не видно ли каких-то переездов а у тебя еще одна семерочка стоит это у тебя уже все это образ жизни как говорится стоит у тебя две семерки в матрице и могут быть переезды двадцать второй это в принципе путешественники десятка это же колесо фортуны человек колесит ему в принципе тяжело находиться на одном месте долго то есть ну я по себе тоже скажу у меня тоже десятка я октябрьская да 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 я тоже октябрьская и я помню когда я пришла такая налоговая почему ко мне приходят пени какие-то бесконечные я не пойму я все плачу налоги они говорят слушайте мы вам не успеваем присылать потому что у вас прописка постоянно меняется не знаю где вас искать вот я к тому что больше десяти раз она менялась и ну то есть долго я не могу находиться долго как бы там больше максимум это два года в одном месте то есть пожить вот собственно это так странно я вот до 16 лет жила практически один раз у меня может быть был переезд два максимума но я не помню я маленькая была просто по рассказам а потом в москве я переезжала больше десяти раз меняла квартиры съемные потому что все время то один то другой то 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 и в принципе переезд сейчас меня тошнит от слова переезд хотя я не могу долго находиться на одном месте это правда то есть мне всегда надо путешествовать сейчас я живу на два это очень странно как будто бы у меня не знаю как раздвоение личности с одной стороны меня тошнит от слова переезд не знаю поймут ли меня люди которые часто переезжали и к которым хотелось чтобы у них было наконец-то одно гнездо в которой они возвращаются и не знаю что их не выкинут арендодатели что им не надо будет съезжать что у них будет постоянное место где хранятся тупых вещи а с другой стороны и находиться долго в одном месте мне скучно да ну это такой да такая история дырку нет они покупают а твой цифр просто то есть если посмотреть 10 мы видим октябрь да и рядом стоит 16 16 это чувство скажем так небезопасности вот и вот это вот десятка смены недвижимости постоянное передвижение туда-сюда ощущение тревоги может давать то есть ну как бы рядом вот этот 16 цифра и собственно просто она идет изнутри и его можно убрать иногда это ощущение что вот сейчас что-то случится блин я сейчас чувствую что случится да то есть и вот как бы его просто нужно изнутри убрать мир безопасен все хорошо вселенной заботится обо мне все классно и когда ты через медитации там или через любые другие практики нарабатываешь вот это состояние ощущение внутри себя то есть наружу тоже она восстанавливается вот здесь и 16 и 7 рядом которые говорят о том что конкуренция там нужно как-то двигаться нужно там добиваться нужно как бы достигать там до чего-то а на самом деле как бы нет не обязательно достигать достигать и добиваться и так далее то есть можно просто вот например у меня есть программа искусство управления реальностью можно просто пересмотрю да нужно просто понимать что ты хочешь дать запрос проработать страхи быть в ресурсе и ловить возможности которых тебе будут идти по запросу и просто вот в этот момент когда эта возможность пришла сказать супер спасибо я это хотела действительно я же это хотела я не имею права отказываться я это беру все то есть потому что все типа не возможности приходит она что ли ну ну да на самом деле все что тебе действительно нужно ты получишь и единственный вопрос ты это получишь чувством напряжения или без чувства напряжения если ты совершенно точно понимаю что все что ты хочешь ты получишь то ты уверена в этом то тогда чувство напряжения она потихонечку уходит это из серии как какие-то например условно недавно смотрела интервью певицы они ты которые мне очень нравится и она всегда говорила во всех интервью я с детства знала что я буду выступать на сцене буду там то я я ехала она из фавелы бразильской то есть из нищеты она говорит я ехала в машине говорила а я буду выступать вот на этой сцене папа смотри папа и говорит о господи боже мой мы типа смотри где мы живем посмотри как мы живем тепла 1 все она говорит у меня с детства было это чувство и это стало правдой и у многих известных людей которые прям сильно известны я замечала они рассказывали своих интервью похожую историю я здесь узнал что так будет хотя все вокруг крутили пальцем у виска это невозможно ну из твоих условий жизни это невозможно то есть по сути это люди которые так доверились себе но они просто знали и действительно в первую очередь я уважаю и ценю себя и слышу себя и свой внутренний голос вот а что там по поводу того что как это то есть можно себя настроить так условно говоря можно как запрограммировать да или это уже приписано в цифрах ну во первых в цифрах прописано то что тебе просто так в голову это не придет задачи даются по силам я сейчас предлагаю сделать короткую паузу и вернуться к теме как цифры влияют на взаимоотношения в начале программы мы рассчитали число даты свадьбы а теперь настало время узнать что значит каждая цифра если получилась единица это значит что в семье амбиции у обоих партнеров каждый может больше сил отдавать карьере на этой почве возможно регулярные ссоры если получилось двойка это двойственная цифра с одной стороны символизирует пару а с другой говорит о крайностях день и ночь плохо и хорошо в такой паре то что началось хорошо может кончиться плохо возможно даже риски измен тройка сакральное число в браке она сулит долгую и счастливую семейную жизнь четверочка символ стабильности тех кто женился под этим числом редко испытывают материальные трудности достаток в семье будет пятерка покровитель брака она обещает счастье успех и долгую семейную жизнь если молодожены действительно любят друг друга шестерочка обещает стабильность ровные отношения скорее всего накала страстей в этом браке не будет если вы уверены в своих решениях шестерка вам поможет семерка хорошее число для брака это число способствует знаниям размышлениям и учебе в браке супруги будут познавать друг друга возможно рождение одаренных детей восьмерочка число больших и значимых событий она обещает благополучие и процветание в квадрате очень хорошее число для свадьбы девяточка символ завершенности такие браки бывают немного скучными отношения не развиваются но при этом они очень долговечны разводы крайне редки с точки зрения как бы быть ноль и ну как бы матрица не про деньги в принципе то есть человек человек то есть первое на первом месте что-то другое сначала а потом дать деньги я думала деньги на нуле я думаю ну все нет здесь в этом плане и конечно здесь можно про матрицу рассказывать три дня с утра до вечера у меня есть время я стою да 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 вот по сути вот что то о чем ты меня можешь предупредить да есть много чего как бы с той же цифры 9 там допустим даже 22 у каждой цифры есть свои грани да 22 это про детей да соответственно и здесь нужно смотреть в каком периоде чтобы не получался кармический период да собственно говоря то есть что какие кармические задачи помогать людям которые находятся в опасных ситуациях ты уже это делаешь это конечно же интеллектуальную гордыню не проявлять аскетизм и интеллектуальная гордыня могут перекрывать твои деньги то есть соответственно аскетизм это чаще всего что но деньги это пыль вообще но главное что мне там то 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 например путешествия вот там и так далее да то есть здесь очень важно как бы понимать что мы родились в теле соответственно и материальное духовное точно так же важно тело надо кормить и питать его то есть поэтому короче ценность денег понять и к нему материального и не пренебрегать скажем так ими и тогда когда ты понимаешь что тебе нужны деньги что тебе хочется там на себя их тратить с кайфом вот вообще все что хочу себе вообще не экономить на себе и тратить их на себя чем больше ты их будешь тратить на себя тем больше их будет приходить потому что деньги приходят только под запрос вот но это если говорить про деньги вот на этой прекрасной ноте мы будем закругляться я хочу поблагодарить за такую классную откровенную беседу вот я честно в шоке спасибо огромное это было реально невероятно интересно никогда не думал что цифры могут столько сказать честно для меня сегодня это большое открытие спасибо что открыл мне глаза я реально заинтересовалась очень рада была слышать и спасибо что пришла спасибо спасибо итак сегодня мы чуть лучше поняли как цифры влияют на нашу жизнь каким образом они способны помочь человеку взять штурвал своего корабля в собственные руки а не дрейфовать без руля и витрил по бурному морю программа вселенная анаэль это мир цифр знаков и подсказок которые могут кардинально изменить вашу жизнь я марьяна анаэль прощаюсь с вами увидимся в эфире европа плюс тиви ровно через неделю не пропускайте новые выпуски и помните цифры наши верные путеводные звезды в этом переменчивом мире пока